Игроки с нетерпением ждали возвращения крутейшей снайперской винтовки Black Spindle в Destiny 2. И её наконец-то нашли, да ещё и каким интересным способом! Страж, привет! Меня зовут Джонни Лейни, и давай разбираться, как получить новый экзот «Шёпот червя» в коллекцию и что вообще происходит. В первой части Destiny была снайпа Black Spindle. Она пользовалась популярностью на рейдах и налётах, благодаря высокому урону. С релизом дополнения «Военный разум» в Destiny 2 в базе игры находили следы присутствия этой винтовки и долгое время искали способ её получения. Нашли в минувшую пятницу секретный квест, который даже чем-то похож на оригинальный квест из первой части, разворачивается на планете Ио. И теперь давайте поэтапно разберём, как нам предстоит действовать. Чтобы начать квест на винтовку, вам нужно прилететь на Ио в локацию «Заброшенный оазис» и дождаться публичного мероприятия «Очаг одержимых». Заранее предупреждаю, что иногда ждать приходится очень долго. Вчера я ждал ивента около 30-40 минут. Всё время начинались мероприятия с кабалами. Когда ивент наконец стартует, на локации появится одержимый рыцарь, Урзак, либо одержимый кабал. Появиться они могут здесь, здесь и здесь. Убивайте моба, не жалея на него ульты или хэви, и бегите на вот эту гору в специальный портал. В портал может завести только лидер боевые группы, а я бы рекомендовал это мероприятие проходить именно что втроём, поскольку в соло будет тяжко совсем. Итак, попадаем в портал и переносимся в затерянный сектор. С этого же момента начинается обратный отчёт на 20 минут. Именно за такое количество времени нам предстоит выбить заветный экзот. Для этого сначала нам нужно пройти сложный, но невероятно красивый лабиринт, за которым последуют залы с мобами и боссами. После этих прыжков и перебежек настанет битва с толпами одержимых в нескольких залах. Каждый зал необходимо будет зачистить, убить всех врагов, боссов и уничтожить очаги одержимых. Следует обратить внимание на выбор оружия. Нужно сделать так, чтобы вы могли оперативно разбивать щиты разного типа урона. Так что выбирайте в ячейке разнотипное оружие, либо переключайте своё снаряжение в зависимости от комнаты, потому что они тоже отличаются по урону. Например, для последней очень будет полезная ппшка анализатор рисков, потому что арк урона тут будет тоже очень много. В общем же, самих боссов лучше убивать из вортливской катушки, усыпляющего симулянта или дробовика с эскалационного протокола и кел. Как правильно уже заметил в своём видео дата, оптимальным набором будет анализатор рисков, симулянт и кел дробовик, полночный переворот, это револьвер с рейда, и пара скауток с разным типом урона на второй слот. Но от себя бы добавил, что на последней комнате с боссом всё же очень круто зайдёт скаутка Анны Брей «Полярное копьё». Постоянное вливание соло-урона без пересарядки – это очень рабочая история. По сап-классам можно брать ночных охотников с ботинками Орфея, но лучше всё же электрического охотника. Они будут очень полезны как в зачистке трэша, так и в уроне по боссу. Аналогично и Варлок Буревестник будет отлично зачищать комнаты. Для титанов сойдёт страйкер, то есть электрический сап-класс с двумя пульс-гранатами, разумеется, либо Пустотный Титан с экзотическими перчатками Клыки Погибели. Если вы всё ещё не в курсе, с ними ульта длится невероятно долго при зачистке большого количества мобов. Электрическим охотникам-громобежцам настоятельно рекомендую воспользоваться экзотом «Поток Рейдена». На фазе битвы с боссами вы ещё скажете за это спасибо. Ну и надеюсь, не нужно объяснять, что стоит поднять уровень своего света до максимально возможного, от 380 и выше. 385 всё же лучше, да. На битве с боссом охотники-громобежцы ультуют по очереди в босса, а затем уже отходите назад с всей командой за колонны и с того самого полярного копья или других скауток и симулянта отстреливайте остатки. По завершению челленджа вы получите «Шёпот Червя», которая на самом деле больше похожа на Блэк Хаммер, снайперку с Рейда Кроты, которую потом понерфили и уже затем добавили Блэк Спиндл. Но что-то мне подсказывает, что называть эту пушку все будут всё равно именно что Блэк Шпинделем. Основной перк винтовки – после трёх быстрых попаданий в крит врага вам будут добавляться патроны в магазин. Короче, для топ-урона по боссам идеальная штука. Мы уже сравнили «Шёпот» с «Дарси», «Дарси» заряженная наносит в крит 4998, а «Шёпот» 7409. Неплохо так, да? Но и это ещё не всё. После того, как вы пройдёте миссию, на карте Ио появится героическая версия этого испытания, с которого вы сможете получить катализатор на «Шёпот Червя» и чертежи на эксклюзивный корабль. Некий такой крафт-квест. О том, как получить катализатор, как его выполнить, я расскажу в отдельном видео. А пока отправляйтесь выбивать заветную пушку. В завершении добавлю, что я невероятно рад тому, что в игре вновь начинают появляться вот такие сюрпризы, пазлы и загадки. Именно такого рода активности и делают игры живыми. Волнуют сообщество и заставляют сплочённо корпеть над решением этих секретов. Надеюсь, что таких активностей станет в будущем только больше, после релиза отвергнутых, например. А что думаете вы? Ничего похожего в Д2 ещё не было. Интересное событие. Особенно меня удивило то, с каким кропотливым отношением, какие локации под это дело трясовали. Но вы только посмотрите. Как правильно заметили некоторые мои знакомые, да они туда целый рейд засунули. Короче, очень-очень круто. Спасибо за просмотр. Не пропустите следующее видео, там расскажу про катализатор и остальные секреты. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал и ставьте лайк видео. Удачного фарма! Сейчас я на фоне просто оставлю полное прохождение этапа с прыжками, чтобы вы не заблудились. Посмотрите прохождение, запомните дорогу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok